Газ, свет и этнографический туризм. Глава Сочи обсудил актуальные вопросы с жителями Медовьевки. При найме на работу приоритет надо отдавать сочинцам. Об этом с предпринимателями Адлерского района договорился мэр курорта. В Сочи создан свой студенческий отряд сегодня. Состоялась встреча с самыми активными его представителями. 400 тысяч за красивые номера. В Сочи задержан подозреваемый в серии мошенничеств. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители поселка Таманского Темрюкского района выложили в социальной сети видеоролик. На одной из улиц появилась табличка с новым названием улица имени губернатора Краснодарского края Кондратьева. Таким образом, они решили показать главе региона разбитую дорогу. Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию в своем микроблоге. Увидел. Поручил разобраться, что это за дорога и кто ее разбил. Добавлю, что улица, которую решили переименовать местные жители, на самом деле улица Каминского. По поручению губернатора, все дороги Темрюкского района сегодня проверили, в том числе в поселке Таманский, откуда и поступила жалоба от местных жителей. По словам людей, там сложно проехать даже на машине. Вениамин Кондратьев дал поручение разобраться. О результатах проверки глава региона также написал у себя в Твиттере. Выявили ситуацию с дорогой в поселке Таманском. Это строящийся дачный район. Сейчас там шесть домов. Согласен, ремонт нужен. Но в приоритете дороги, ведущие к школам, больницам, садикам, там, где по 200, 300, даже по 60 домов. Но не по шесть. Не говоря уже о том, что улицу разбили большегрузы. И будут продолжать, пока район не достроят. Поселковую улицу местные власти пообещали отсыпать гравием. Всего на Кубани в прошлом году отремонтировали более 500 километров дорог. Из них больше половины регионального значения. Из краевого бюджета в муниципальные дорожные фонды поступило свыше полутора миллиардов рублей. Мэр Сочи встретился с жителями одного из самых отдаленных сел Сочи – Медовеевки. Оно находится в Краснополянском сельском округе, как и везде на периферии. Там есть свои вопросы и проблемы. Чем обещал помочь Анатолий Пахомов и что нужно делать самим сельчанам? Об этом в материале Татьяны Говорковой. К селу Медовеевка почти 150 лет. В советские времена основным источником дохода для местных были охота и пасека. Жителей здесь немного, чуть больше 30 человек. Тем не менее, по просьбе властей, два года назад сюда провели газопровод. Мало того, селянам дали возможность сэкономить. Упростили процедуру подключения без документации на дом. Разрешили проводить некоторые монтажные работы самостоятельно. Вот только идти в Горгаз и просчитать индивидуальную смету некоторые медовеевцы не хотят. В семье Желомакиных жалеть деньги наличные комфортнее стало. Они переехали сюда из Краснодара несколько лет назад. Жили также в частном секторе и отапливались дровами. Поэтому здесь одни из первых подключились к голубому топливу. Решение о газификации малых сел, я думаю, только из острой жалости можно принять, потому что рентабельность ниже нуля. Конечно, Пахому лично спасибо сказать очень хочется, потому что такая редкая возможность. Я много раз так мысленно говорила, вот спасибо, вот спасибо. Но если получится вслух, я буду очень довольна. И поблагодарить лично Анатолия Пахомова и Елене Ломакиной удалось. Перед сходом граждан глава посетил тех жителей, которые уже подключились к газоснабжению. Позже во время встречи пришли к тому, что в этом районе хорошо было бы развивать агротуризм. Тем более, что именно эта практика знакома сельчанам. Частные пасеки, приусадебное хозяйство, натуральная мясная и молочная продукция – все это сегодня востребовано. А вот дороги к селу хорошей нет. Эту тему подняли на сходе граждан. Анатолий Пахомов согласился – ремонтировать и укреплять полотно нужно. Ее можно только грядировать. Ни о каком асфальте речи быть не может. Поэтому то, что касается грядирования, то мы как раз закончится зима, обязательно это сделаем. Запишите поручение. И будем стараться это делать всегда. Ну, то есть поддерживать эти дороги в таком, ну, будем говорить, проходном виде. Подняли навстречу и тему уличного освещения. На въезде в село и в центре фонарные столбы есть. Внутри села жители вправе это сделать самостоятельно. Да повесьте, пожалуйста, себе фонарь. Мы же не возражаем. Мы сказали о том, что он даст эти разрешения. Это он так назвал технические условия по подключению. По большому счету это документ, который подтверждает, что вы законным способом включились в электрическую сеть и получили разрешение на пользование электроэнергией. Все. Датчик света. Датчик света. Он загорелся, светло, он подходит. Заговорили вновь и о туристах. В частности, по сельской дороге по договоренности с нацпарком регулярно ездят квадроциклы. И это также одна из возможностей привлекать туристов на свою территорию. Кроме того, можно развивать и этнографический туризм. Тем более, что муниципальных земель для освоения у медовеевцев, достаточно. Татьяна Говоркова, Максим Ковригин, Владимир Киселев. Телекомпания ФКТ. 73 улицы Сочи приводят к единому архитектурному облику. Здания, сооружения и сами основные магистрали проспекта и прогулочные зоны курорта готовят к очередному международному событию. На этот раз Кубку конфедерации FIFA 2017. О соблюдении требований правил благоустройства и санитарного содержания территории курорта сегодня говорили в администрации города. Департамент оформления и дизайна городской среды подготовил уведомления и паспорта 73 основных улиц, которые станут гостевыми в период проведения матчей FIFA. Расположены они в Центральном, Хостинском и Адлерском районах курорта. У нас сроки 21 февраля еще есть, поэтому мы ускорен в режиме выполняем эту работу. Паспортов к Озерскому району выдано полностью 108 паспортов. В Хостинском районе 17 улиц, из которых уведомлений 112, из них выдано 92. В Центральном районе это 21 улица. Должно быть подготовлено 84 паспорта, подготовлено 60 паспортов, которые выданы главе района. Хочется отметить, что в Адлерском районе у нас одна из, наверное, самых благоприятных автономок. Случай – один из немногих городов современной России, который приведен к единому архитектурному облику. Только к Олимпиаде 12 тысяч объектов кардинально изменили свой вид и стали соответствовать европейским стандартам. Эта работа в городе продолжается. Принять Кубок конфедерации многочисленных гостей на самом высоком уровне – это общая задача и власти, и бизнеса, и жителей курорта. Во многом именно от облика города зависит его имидж и туристическая привлекательность в будущем. Принайменно работу, приоритет необходимо отдавать. Сочинцам об этом с предпринимателями Адлерского района накануне говорил глава города Анатолий Пахомов. Ответил мэры на все интересующие местных коммерсантов вопросы. Все подробности у нашего корреспондента. То, что предприниматели несут ответственность за каждого работника – это аксиома, подчеркивает мэр. Соблюдение трудового законодательства – первое, что требует власти от местного бизнеса. Необходимо коммерсантам соблюдать и правила сочинского благоустройства, и продолжать работу по приведению своих объектов к единому архитектурному облику. Курировать этот вопрос мэр поручил своему новому заму – Эдуарду Волкову, занимавшему ранее должность главы Адлерского района. А вот в виде рекомендации глава курорта просит предпринимателей при приеме на работу отдавать приоритеты сочинцам, многие из которых, несмотря на возросшее количество рабочих мест, все же числятся безработными в центре занятости населения. Вакантные места все чаще занимают приезжие из других регионов. У каждого второго – семья, дети, которые в том числе занимают и без того немногочисленные места в детских садах и школах города. Когда мне очень уважаемый руководитель, уроженец города Сочи, нынешний один из руководителей нового казино говорит, что мы уже приняли 1137 сотрудников, это ж рабочие места, это ж налоги в бюджет города. Он говорит правильно, а я у него спрашиваю, а из этих 1137 сколько местных? Он мне говорит 37. Вот. Я спрашиваю, ну, конечно, большое спасибо, но только эти налоги, которые вы будете платить, они просто и десятую часть не окупят тех затрат, которые нам понадобятся для строительства школ. Обращается с этим вопросом глава города и крупным работодателям. Это горно-климатические курорты Сочи. Их руководитель Анатолий Пахомов убеждает брать на работу в том числе и выпускников местных вузов. Ребятам необходимо дать возможность начать карьеру в своем городе. С этой целью мэр проводит ряд встреч со студентами, куда привлекает и представителей тех же «Розы Хутор» и «Горки Город». Необходимо заходить на зимние курорты и адлерским предпринимателям, отмечает Пахомов, и воспользоваться возможностью вести свой бизнес круглый год. В ручном режиме готовы отрабатывать лето, да, ну, будем говорить, пока зима уже идет, а лето надо уже об этом заботиться и к вашим услугам. И набережная, и Меретинская, и, как я уже сказал, Олимпийский парк, и набережные в центре. Все должно быть разумно. Одно условие. За каждым лотком должен быть предприниматель Сочи. Можно эффективнее работать. Я повторяю, что можно и нужно. Лично я вместе со своими коллегами готов в ручном режиме. По каждому из предпринимателей, повторю еще раз, в ручном режиме, то есть сам, в ручном режиме работать с каждым руководителем курорта на предмет того, что вот надо вот так, вот давайте вместе договоримся, нужно будет, я их хозяевам буду звонить. Решение мэра поддержал весь зал. Пересмотреть приоритеты пообещали и крупные работодатели курорта. Ну а местные предприниматели в ответ должны соответствовать существующим критериям. Безусловно, планка оказания услуг на нашем курорте, она должна быть достаточно высока. Идет процедура, если человек не удовлетворяет нашим требованиям, мы вынуждены это менять. Но говорить о том, что мы закрыты. Я сам местный человек, поэтому мы не закрыты, мы работаем. Поэтому добро пожаловать. Нам это действительно удобнее, да, безусловно. Вот, поэтому, ну, еще раз повторюсь то, что я говорил на совещании, что сегодня есть, я считаю, потенциал у местных предпринимателей тот, который еще на курорте востребован. И вот после общения с мэром, он, ну, были несколько предпринимателей, которые предложили нам услуги, которые у нас действительно не были, и мы с удовольствием их подхватили. Теперь дело за малым предпринимателем. Остается выбрать место дислокации и ознакомиться с общими требованиями. Ольга Десятого, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи задержан подозреваемый в серии мошенничеств. В полицию обратились трое местных жителей и сообщили, что они стали жертвами злоумышленника. Заявители пояснили, что их общий знакомый предлагал помощь в приобретении и переоформлении государственных регистрационных знаков на транспортные средства. Проще говоря, обещал так называемые престижные номера. После получения денег от потерпевших злоумышленник скрылся и на связь больше не выходил. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сочинские полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний сочинец, который никогда не служил в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГАИ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. К другим новостям. В Сочи создан свой студенческий отряд. Руководителей местного отделения выбрали сегодня во время заседания Краснодарского регионального штаба. С самыми яркими представителями трудовых коллективов встретился и мэр города. Анатолий Пахомов принял студентов в своем кабинете. Начали беседу с важностью поднятия российских студенческих отрядов на новый, востребованный уровень. Ведь это молодежная общественная организация – правоприемница всесоюзных студотрядов, действующих во времена СССР при Комсомоле на государственном уровне. Возрождаться это движение начало в 2008 году. Тогда на смену комсомольским ударным стройкам пришла Олимпийская. 7 тысяч бойцов студенческих отрядов поработало на олимпийских стройках. И ведь тоже заявляли о себе. 72 человека ребят поработали уже на фиште. Мы вас всячески будем поддерживать на своих мероприятиях. Сегодняшние студотряды унаследовали от советского прошлого не только единую форму комиссаров, переходящее знамя, песни у костра, но и самое главное – желание быть нужным и принести пользу государству, как в свое время ради этой цели работали эти герои. Самые активные представители нынешних трудовых коллективов вошли в состав сочинского штаба. Надеемся, что его деятельность при поддержке регионального штаба, а также при поддержке руководителей и административных структур города Сочи даст большой толчок для развития студенческих отрядов именно города Сочи. Так как здесь есть инфраструктура и учебные заведения, все для того, чтобы это сделать, реализовать на очень высоком уровне. Отличившиеся студотрядовцы и их руководители, которые были задействованы на реконструкции стадиона Фиш, сегодня получили грамоты и благодарственные письма. Сейчас на краевом уровне ведутся переговоры о привлечении ребят к строительству перинатального центра на улице Пластунская. Параллельно сотрудники мэрии активно продвигают вопрос трудоустройства молодежи. Ну а для руководителей нового городского штаба ближайшая задача – подготовка к 17 февраля. В этот день у молодежной организации свой праздник. Он был утвержден президентом в 2015-м. В этом году региональное отделение планирует подготовить зрелищное мероприятие. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи продолжается месячник оборонно-массовой военно-патриотической работы. В его рамках во всех образовательных учреждениях Сочи проходят мероприятия патриотической направленности. Так, сегодня в Центре дополнительного образования ХОСТа прошел образовательный турнир «Воинская слава России. История и современность». Это уже четвертая подобная интеллектуальная игра, но впервые помимо школьников к участию в турнире пригласили воспитанников клуба «Гренадер» и настоящих военных, новобранцев военно-космических сил. Образовательный турнир включал несколько этапов. Представление команды, дебаты и презентация так называемого кейса. В его основу легло сражение в Бородино. Ребятам нужно было презентовать схему сражения, попробовать написать письма от лица солдата воюющих сторон и попытаться дать свою оценку этому важному сражению. Какова образовательная цель нашего мероприятия? Ну, во-первых, мы говорим про воинскую славу России. Мы вспоминаем исторические даты, которые повлияли на ход сражений. Мы говорим о умении ребят находить информацию, не только в учебнике. Мы говорим о том, что ребята, пускай военные, но они должны уметь, что это творческие задачи. Ну, а вообще в рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы Центр дополнительного образования хоста в этом году подготовил порядка 40 мероприятий. Кстати, по итогам прошлогоднего месячника ЦДО хоста стал победителем. Кубань против рака. Такой проект Министерство здравоохранения Краснодарского края запустит 4 февраля во Всемирный день борьбы против рака. В течение месяца врачи будут вести осмотр пациентов с целью предупредить смертельное заболевание. Откроются смотровые кабинеты и в сочинских поликлиниках. В поликлинике номер один к Всемирному дню борьбы против рака все готово. 4 февраля здесь стартуют недели мужского здоровья. А начиная с 18 числа на прием будут ждать уже женщин. Эту новость пациенты восприняли на ура, ведь кто предупрежден, тот вооружен. Мы не всегда можем выбраться, так пройти сами. А здесь приходишь в поликлинику, там уже очень занимаешься, все принимают тебя. Я часто хожу, обследуюсь. Лучше заранее узнать проблему, чем потом. В начальной стадии можно вылезти, а потом поздно, сколько денег затратишь и бесполезно будет. Надо своевременно все это делать. Проходить обследование вовремя рекомендуют и специалисты. Рак, конечно, опасное заболевание, однако выявленный на ранних стадиях недуг все же можно вылечить. На обследование врачи прежде всего приглашают мужчин в возрасте от 50 до 65 лет и женщин за 40. Они находятся в группе риска. Эти люди редко обращаются за медицинской помощью. Это обычно работающие мужчины, которые не проходят смотровой кабинет практически никогда. И поэтому в этот раз мы приглашаем именно эту группу людей. Поэтому мы работаем все субботы специально, у нас две субботы, чтобы людям было удобно. В первую очередь врачи будут исследовать состояние молочной и предстательной желез. Однако и без общего осмотра, безусловно, не обойдется. Так, за последние 20 лет увеличилось количество заболевших раком ротовой полости почти в два раза. В случае определения подозрения на какое-либо заболевание онкологическое или предонкологическое, есть такие предраковые заболевания, которые также мы должны наблюдать очень внимательно. И, конечно же, в онкодиспансере. Мы направляем всех этих больных в онкодиспансер. Прием специалисты будут вести каждый день с 8 до 20 часов, кроме воскресенья. Недели здоровья пройдут в семи медицинских учреждениях. Таким образом, врачи смогут охватить жителей всех районов Сочи. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. В Сочи строят зиплайн. В скайпарке приступили к финальному этапу строительства нового аттракциона. Это спуск по стальному канату под действием гравитации. Такая конструкция издревле используется людьми. А сегодня на вертолете через Ахштырское ущелье был переброшен первый технологический трос. Больше авиационной работы не понадобятся. Все оборудование будут подтягивать по тросу с помощью лебедки. На завершающий этап и тестирование уйдет около месяца. Зиплайн станет частью кольцевого маршрута в скайпарке. Теперь после перехода подвесного пешеходного моста не обязательно идти по нему обратно. Вернуться можно будет в полете с одного края ущелья на другое. Длина полета 700 метров, скорость 50 километров в час. Всего будет подвешено три независимых троса. Открытие зиплайна запланировано на начало весны. И на сегодня это все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и удачных выходных.